Ну что ж, друзья, сегодня мы видим начало печального конца блогера Вадима Харченко, что ж его выбор, как говорится, он еще до конца не понимает, что он решил затеять, но сейчас я вам постараюсь приблизительно рассказать, чем все это может закончиться. Значит, вот этот его адвокат, ну, во-первых, для тех, кто до конца не понимает, адвокат человек подневольный, то есть он всегда защищает интересы своего мандата или клиента, и даже если его клиент законченный мерзавец, подлец и убийца, то есть адвокат точно знает, что человек убил кого-то, допустим, он всегда все равно будет защищать своего клиента, это работа у него такая. Поэтому, если адвокат сейчас выступает в интересах Вадима Харченко, удивляться здесь нечего. Удивляться здесь нужно не словам адвоката, а желанию Вадима все-таки заткнуть рты всем блогерам. Вчера или позавчера, кажется, он выступил с угрозами, что он собирается на каждый ролик еще по миллиону иск бросить, ну, хочет еще заработать. Видимо, то, что он собрал, ему мало, и теперь, значит, еще из одного орудия пытается выстрелить в общественное мнение. То есть, понимаете, да, вот человек выстреливает в пустоту. Он рассказал какую-то историю и смог привлечь большое внимание, и этой истории очень многие люди не поверили. Мне кажется, я насчитал 35 человек, которые в той или иной мере высказались, что они не верят Вадиму Харченко. Имеют на это полное право. Это свободная площадка, здесь каждый имеет право говорить то, что он считает нужным. Ну, и вот в это общественное мнение, которое не согласно с мнением Вадима Харченко, он теперь пытается выстреливать какими-то исками. Наивный, конечно, человек, потому что действует чисто тактически. Сейчас моя задача заткнуть всех, заставить всех замолчать, запугать всех, но потом как-нибудь эта история затихнет. И не понимает, что в стратегической перспективе, то есть на будущее, это будет обозначать только одно – конец карьеры, в кавычках, блогера Вадима Харченко. Те блогеры, вообще блогерское сообщество, которое до сих пор было нейтрально ко всем этим дрязгам, сейчас так или иначе говорили люди в пользу, против, как бы они ни говорили, они должны задуматься о том, что вот в их рядах появляется такая крыса, которая пытается закрыть рты всем остальным. Это первое, что поставится под вопрос. Второе – зрители, подписчики, а это именно те люди, для кого, грубо говоря, и существует блогерство. То есть, ведь мы не подвешены в каком-то вакууме. Что такое блогер? Блогер – это человек, который должен существовать, имея обратную связь со своими зрителями. Вадим Харченко отключил комментарии на последние ролики, когда появилось очень много вопросов. И на тех роликах, где комментарии не отключены, не знаю, читает ли он их, я сегодня зашел, почитал. Очень много вопросов со стороны сотен тысяч людей. Спрашивают его в основном о том, где деньги, которые они донатили, на что ушли эти деньги. Это чаще всего встречающийся вопрос. А второй вопрос – почему ты отключил комментарии? Почему ты игнорируешь мнение своих подписчиков? Вот это именно тот момент. То есть, прервалась обратная связь. Блогер считает, что он может продолжать существовать в YouTube-пространстве, полностью игнорируя мнение людей, для которых он, собственно говоря, мало того, что делает контент, которым он обращается за деньгами. То есть, ему один раз получилось, он получил большую сумму денег. Вот теперь второй, третий. И если бы вот эти люди не откликнулись на его призыв, он бы ни черта ничего не собрал. Но он смог убедить какое-то количество людей и получил большую сумму денег. А теперь, когда у людей возникли вопросы, он не то что разворачивается спиной, прерывает вот эту обратную связь и начинает угрожать тем, кто посмели с ним не согласиться. То есть, человек не понимает, что он наносит своему вообще нахождению на YouTube ну, такую смертельную рану, я бы сказал. Что будет дальше? Если Вадим Харченко не очухается, не очнется и действительно попытается против каких-то блогеров подать настоящие иски, в этом случае я могу сказать, против меня он ничего подать не сможет. Я не гражданин России, нахожусь за пределами. Пусть попытается вот этот лысый чувачок это сделать. Против меня он точно ничего сделать не сможет. Значит, уже один канал останется, который будет и дальше освещать эту историю. А теперь, если он подаст иски против других вот этих 30, 35, 50, я не знаю, сколько человек с ним не согласны, если он против них начнет подавать иски, что необходимо сделать? Необходимо тут же подать встречный иск в обвинении Вадима Харченко в мошенничестве. Вы имели только свое мнение. Вы высказывали свое мнение на открытой площадке YouTube. Вы имеете на это полное законное право. Здесь на YouTube говорят блогеры о блогерах, что попало, вплоть до матершины, угроз и так далее. Это не воспрещается. Итак, мы все имели право на свое мнение. Вадим рассказал фантастическую историю, в которую большинство людей не поверили. И плюс часть блогеров не хотят участвовать, чтобы их, не дай бог, заподозрили в том, что они вдруг не оппозиционерные, хотя эта история совершенно не связана с политическими взглядами. В этой истории объединились люди разных политических взглядов. И левые, и правые, и зеленые, и консерваторы, и оппозиционные, и те, кто пропутинские. Просто люди, которые увидели ложь и сказали, нет, мы с этим не согласны. Имели полное право. Ничего эти люди за свое мнение не получили. То есть у них не было никакого умысла. А вот то, что Вадим получил большую сумму денег, это фактически доказанная часть вопроса. Он взывал к деньгам, можно поднять историю его донатов, выйдет на поверхность вся сумма, которую он получил. Вот у Вадима прямая материальная заинтересованность и выгода в этом деле. Его проще будет призвать к ответственности за мошенничество в особо крупных размерах. Это, по-моему, 159-е в Российском кодексе. Поэтому, как только прилетит иск от Вадима в клевете, что, кстати, доказать будет крайне сложно, мнение ли это человека или клевета, тут же встречный иск о мошенничестве в сторону Вадима. Теперь следующее. Он угрожает, что они будут заслуживать людей на миллионные суммы. Ну, во-первых, аппетиты у них, конечно, огромные. Пусть попытаются эти миллионы получить. Как говорится, желать-то они могут. А вот получат или нет, это другой вопрос. Адвокат с противоположной стороны, естественно, будет снижать суммы, если до этого дойдет. Но, что я самое главное хочу сказать. Если против какого-то блогера вот эта гнида Вадим Харченко, который смеет называть себя блогером, подаст иск в клевете за его мнение, я призываю объединиться остальных честных блогеров или принципиальных, или как хотите, мелких, крупных, каких угодно, кто считает, что блогеры имеют право на свободу слова в YouTube. Значит, лично я, наступив на горло своей собственной песни, как говорится, хотя я никогда не собирал донаты, и категорично против этого лично я выступлю с акцией и призывом собрать деньги для этого блогера, который, не дай бог, пострадает от действий Вадима и там адвокатов и так далее. То есть то, что получил Вадим от людей, ему недостаточно, он хочет еще обогатиться. Что ж, пусть попробует, посмотрим, как это ему принесет много счастья и удачи. Итак, Вадим Харченко, подавай свои иски, посмотрим, что получится у тебя и у твоего волшебного адвоката и посмотрим, что мы сможем этому противопоставить. Как бы не развивались дальнейшие события, последуют иски, не последуют, зрителям, подписчикам один призыв, делайте свои выводы, наблюдайте, как ведет себя сейчас Вадим Харченко, честно ли он поступает, правильно ли он поступает, имеют ли люди право на свое мнение, должны ли они свободно выражать свою точку зрения, должен ли Вадим отвечать на поставленные вопросы, ему предоставлялась такая возможность, множество блогеров призвало его прийти на стрим, то есть пользоваться блогерскими инструментами, в открытой беседе, ответить на все многочисленные вопросы и остаться, как говорится, в этом пространстве. Но Вадим отделяет себя сейчас от блогерского сообщества и от зрителей, закрыв комментарии, и пытается действовать другими методами. Возникает один единственный вопрос, а как он потом собирается на YouTube дальше работать или находиться? Вадим, ты даже не понимаешь, что репутация это такая вещь, которую, как говорится, теряют как девственность, один раз, потерял и все, больше вернуть ее будет невозможно. Я думаю, что ты понял, что твоя репутация сейчас очень сильно пошатнулась, и ты не пытаешься ее спасти, отвечая на вопросы и общаясь с блогерами, а наоборот, сам роешь себе яму. Что ж, это твой выбор, Вадим? Нет проблем. Если против какого-то блогера в России будут поданы иски или закроется их канал, мой канал остается, поэтому, ребята, пишите, если вам есть что сказать, присылайте, я буду эту проблему освещать дальше и с тяжелым сердцем, но я это говорю, если придется собирать донаты в защиту блогеров, невинно пострадавших в этой истории, значит, будем собирать средства. Ну, а твое нахождение, Вадим, на YouTube, мое мнение закончилось. Знаешь, Вадим, мало того, что ты всех обманул, собрал очень много денег, тебе этого было недостаточно. Люди заметили, что ты даже своих родителей ради денег выставил какими-то плохими людьми, и это было очень нехорошо. Очень многие люди, многие блогеры заметили, что, ну, нельзя так о своем отце говорить, показал ты, как говорится, себя уже тогда с не очень хорошей стороны, вот сейчас еще, как говорится, дополнительные штрихи к портрету, жадность – это вот такая штука. Если бы ты не хотел сильно много денег, не нужно было бы ничего придумывать. Вышел бы в эфир, как обычно, рассказал бы какую-то историю, ну, приврал там чуть-чуть, что-то там преувеличил, собрал свои просмотры, собрал свои комментарии, и на этом все. То есть, если бы ты просто поделился с людьми тем, что с тобой произошло или не произошло, ничего бы не было. Но дело в том, что ты начал собирать деньги и собрал очень много денег. А за деньги нужно отвечать. Такая вот история. И теперь вот эта жажда денег тебя довела до такого состояния, что ты собираешься, как говорится, с коллегами по цеху даже судиться. Это конец, Вадим. Это просто конец. Ты еще пока этого не понял, но со временем поймешь. Вчера наблюдали полторы тысячи отписок с твоего канала. Что ж, я думаю, это не конец. Это только начало. Решать все равно будут зрители и подписчики. Что бы ни делал твой адвокат и ты, Вадим, какие бы гадости вы не задумали против других блогеров, решать эту историю будут люди, которые тебе доверяли, которые думали, что ты порядочный и честный человек и теперь они видят тебя с совершенно другой стороны. Твоя история вышла на очень большую аудиторию. Тебе не верят не только здесь. Вконтакте выпускают мемы, в Фейсбуке люди смеются. Одним словом, не смог ты всех убедить, ну, я думаю, всех засудить тоже не сможешь. Только объединишь людей против себя. Так что так или иначе карьера твоя закончилась. Люди все поймут, сделают свои выводы и назад, Вадим, прокрученный фарш назад уже не возвращается. Пока.